Всем добрый день! Сегодня попробуем с вами почистить советики аммиаком. Вот кучка монеток с прошлых выездов. Сейчас что-нибудь выберем. Вот три копеечки СССР пойдет. Пятачок, не, пятачок уставший. Вот есть трешка, тридцать восьмой пойдет, трешка тридцать седьмой пойдет, еще одна трешка тридцать шестой возьмем. Надо найти какую-нибудь волки с лохомой, а то все эти хорошие. Вот нашел такую в окислах. Попробуем, что с нее выйдет. И поймем, почему такие монетки чистить не надо. Ну и попробуем какую-нибудь царскую убить. Посмотрим, как аммиак. И вот что он делает. Вот у нас есть копеечка. Копеечка Николая. Попробуем на ней. Все, смотрим. Итак, вот такие монетки для экспериментов. Почистим, посмотрим. Вот эту трешечку, наверное, чистить не буду. Она гнутая. И у нее красивая желтая патина. Если бы была ровная, чистить не надо. Эти попробуем. Петухи задрали. Монетки с другой стороны выглядят вот так вот. Сейчас пойдем помоем их для начала водой и щеточкой. Вот наши монетки после обычной баньки. Вода и щеточка. Повторюсь, суть эксперимента. Увидеть, чего делает аммиак с данными монетками. Это все ранние советы. Некоторые с зелеными окислами. Вот трешечка вся черная. Вот и посмотрим, что из этого получится. Да, ради эксперимента возьмем вот копеечка Николая II медь. Посмотрим, что именно с медью делает аммиак. Другая сторона монеток. Интересно будет именно вот эти три, на которых много окислов. Особенно двушечка. Вот такой у нас раствор аммиака. В такой бутылочке. Бутылочка темная, но сам раствор бесцветный. В помещении это делать не советую, так как это просто на роде нашатырный спирт. Если вы это сделаете на кухне или помещении, вы о себе узнаете много интересного и нового от своих родственников. Лучше делать на балконе или, в моем случае, на улице. Налил емкость стеклянную. Сейчас пойдем положим туда монетки и подождем. Вот наша емкость с монетками. Аммиак сразу стал голубого цвета. Запах неописуемый. Ха-ха! Так что, повторюсь, не делайте это в помещении, тем более на кухне. Потому что получите вы люлей. Это гарантированно. Фух. Смотрим. Некоторые монетки стали намного светлее. Это потому, что разная степень загрязнения. Этот процесс надо контролировать и вытаскивать. Это, опять же, важный шаг. Сейчас подробнее. Монетки будем доставать вот таким вот пинцетом. Обычный медицинский пинцет. Надел трубочки медицинские. И будем доставать. Так как можно и пальцами. Но если рука будет порезанная, будет жжение неприятное. И если руками, то на монетке будет оттиск от пальца. Почему? Да потому, что сейчас аммиак съел верхний шар. И у нас голый металл. Если вы возьмете рукой, произойдет химическая реакция. И в том месте останется окисел. В виде вашего отпечатка. Вот, смотрите, монетка темнеет на глазах. Это вам совсем не надо. Чтобы такого избежать, я сейчас покажу, чего надо делать. Вот, видите, темнее становится и темнее. А мы ее достали, она была совсем светлая. Если такое произошло, или у вас остался отпечаток случайно, погружаем ее назад. Чтобы монетки не окисливались, вы их сразу после того, как достали, то ли там пару секунд бросаете в емкость с водой. Это у нас вода, чтобы вы видели. Вы перекрываете доступ воздуха. И никакие химические реакции не происходят. Вот у нас лежит такая светленькая монетка. Она еще будет чиститься. Но все же. Вот, видите? Это вам, чтобы показать. Вот монетка. Я ее прислонил к руке. И вот, видите, такая полосочка. Если ее бросить назад в нашатырь, она исчезнет. Вот наши монетки, которые полежали просто в нашатыре. Еще не чистил, просто вытащил, полежали в воде. Вот, видите, на двушке уже открылись раковины. Там, где была зелень. Это другая сторона монеток. Там, где были зеленые пятна на монетках, видите, открылись раковины. Это потому, что монетка снаружи алюминиевая, а внутри сплав. Бронза или медь, чего там. И окислы. Это когда внутренний шар проступает наружу. То есть, верхний прогнил. И после того, как вступает в реакцию с аммиаком, выходит та же песня, что и с медной монеткой. Красные пятна. Так что, если у вас есть монетка ранних советов с третким годом, я бы не советовал ее чистить из зелеными окислами вот таким способом. Потому что, кто его знает, чего лучше. Зелень или вот такие вот красные пятна. Вот это наша трешка, которая была вся черная. Вот видите, какие пятнышки раковины. А их так вроде было не очень видно. А если монетка хорошая, то вот выходит так. Дальше будем чистить не каким-нибудь ластиком, потому что это царапает монетку, а обычной зубной щеткой и зубной пастой. Долго, но зато не травматично. Итак, вот такой у нас результат. Повторюсь, это чистка 10 минут. Там, где были зеленые окислы, видно красные пятна. Монетки стали намного светлее. И где монетки были больше живые, чем мертвые, например, пятачок, выглядит даже очень неплохо. Копеечка у нас выглядит вот так вот. Насколько так можно чистить, я бы не чистил дорогую монетку, но если покрыть искусственной патиной, той же серной мазью, наверное, будет более или менее. Но я бы так не делал с медью. посмотрим другую сторону. Очень важно после такой чистки монетки не оставлять на солнце, потому что появится так называемая бензиновая патина. На монете будут разводы, как на луже, если туда капнуть бензин. Надо ложить в темное место, в коробочку. Если монетка для себя, пусть она лежит. чем будет дольше лежать, тем будет красивее и ровнее патина. Сейчас покажу, о чем я говорю. Чем дольше прорезает в темноте, тем будет красивее. А монетку желательно брать за гурт, пока не покроется патиной. Тогда будет более однородная. Не будет пятен. Монетка в жизни выглядит лучше, чем на камеру. Итак, к какому выводу пришел я? ранние советы, а именно те, что желтые, можно чистить аммиаком, просто на роде нашатырным спиртом. Но чтобы предсказать 100% результат, у вас не выйдет. Если монета больше живая, чем мертвая, нет повреждений поверхности, покрытия, результат будет довольно предсказуем. Так как с пятачком, 3 копейками, если есть очаги зеленой болезни, куприт, на его месте будут раковины и вот такие вот красные пятна. Такие монетки я бы не чистил таким способом. Потом однозначно и дальше чистить только зубной щеткой и пастой, так как повредить монетку нельзя. Но люди чистят ластиками, не знаю, дорогую монетку я бы так не чистил. Медь тут не совсем однозначно, так как она была вся в наростах, но я бы не чистил, потому что вы же видите, как ее поело. Но по факту чистит только как. Скорее убивает. Я бы не советовал так чистить медь. А там решать вам. Я просто хотел показать, что с этого получится. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам самого лучшего. Еще увидимся. До свидания.